В конце этого года ректор нам сделал подарок Я считаю, что туда отправляли тех, кто это заслуживает, тех, кто внес какой-то вклад в развитие нашей академии, участвовал в конкурсах, в каких-то различных мероприятиях. Вот так и попал туда. Впечатлений массы, все было замечательно. Я очень счастлива, что туда попал. И когда бы еще такое увидела, мы попали как раз в Сочи именно после того, как прошла Олимпиада. У нас везде висели эти флажочки год после Олимпиады, год после игр. И город, он совсем другой, ожил, засветился другими красками. Самое неизгладимое впечатление, что он мне, мне кажется, оставил, это горы и море. Вот это контраст температур и контраст религиозных. То есть вот все вот это. С одной стороны море, с другой стороны у нас горы. То есть мы видели и снег, и море, и побывали как бы в лете и в зиму в один день практически. На Красной Поляне мы поднялись с горы на отметку 2320 метров. Красота неописуемая с высоты птичьего полета, можно так сказать. Вот увидели Кавказские горы. Во всем Сочи воздух очень свежий, иногда даже дыхание захватывало, то есть с непривычки. И финальным завершением нашей экскурсии было то, что мы посетили Олимпийский парк, где стоят эти пять объектов, пять стадионов, фишт, шайба, ну и другие. Очень всем понравилось, очень хороший город. Всем, кто не был в этом городе, советую посетить. Мы были одной единой командой, все равно хоть мы ездили разными факультетами, тем не менее дух командности, семейности все равно был. То есть что-то где-то кому-то помочь, все происходило, я считаю, достаточно дружелюбно. На мой взгляд, такие выезды, даже пусть не так далеко, может быть где-то нам нужно устраивать какие-то походы, или, я не знаю, какие-то мероприятия, которые сплачивают именно коллектив. Чтобы мы не ходили, чтобы мы сталкивались не только в работе, что где-то что-то сделать, а именно в отдыхе, потому что в таких ситуациях наиболее, мне кажется, сплачивается коллектив, более продуктивная работа получается.